Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина и сегодня в нашем выпуске. Праздник к нам приходит. В Чебоксарах побывал главный Дед Мороз страны. В День Конституции 12 ноября в стране пройдет Общероссийский день приема граждан по личным вопросам. Плюс к прежней сумме с Нового года в России, в том числе и в Чувашии, повысят пенсии. Делегация Чувашия вернулась с 18-го съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия». Единороссы взяли курс на обновление. Подробнее о работе съезда в материале Родиона Архипова и Бориса Андреева. Около трех с половиной тысяч участников съезда собрались в международном выставочном центре «Курокус-Экспо». На дискуссионных площадках обсуждались актуальные вопросы развития страны. Главной задачей для «Единой России» является поддержание авторитета партийцев, подчеркнул президент России Владимир Путин. Кандидатам без четкой программы развития страны незачем приходить во власть любого уровня. Он также призвал членов партии «Единая Россия» работать на результат, а не топтаться на месте. Каждый должен четко представлять свои задачи и стараться их выполнять. Ваши представители есть везде, во всех органах власти и сферах деятельности. И в абсолютном большинстве, конечно, это порядочные, профессиональные люди, патриоты России. Однако, и нужно тоже прямо об этом сказать. Ну, кстати говоря, так происходит всегда и везде, во все времена и во всех местах. Есть и те, которые просто пользуются конъюнктурой, с удовольствием прислоняются к власти, особенно к ведущей политической силе. На съезде обсуждены актуальные вопросы, волнующие жителей регионов, в том числе и реализация партийных программ. К примеру, в Чувашии успешно выполняются мероприятия программы Чувашского регионального отделения «Вместе жить, вместе строить». Она была принята в 2015 году на выборах главы Чувашии. Наша задача – сплачивая товарищей по партии, сплачивая жителей Чувашской республики, сплачивая общественные организации, институты гражданского общества, двигаться дальше по вопросам повышения качества жизни. Вот уже 10 лет в Чувашии успешно работает региональная приемная партия «Единая Россия», в которую может обратиться со своими чаяниями любой гражданин. Приемная в Чувашской республике, она действительно работает эффективно, обеспечивает коммуникацию между партией и населением, между властью и гражданами. Это главная задача и главная цель. Новый проект станет логическим продолжением государственной программы развития сельских территорий. Необходимо, чтобы в нем было наглядно указано, в каком селе, в каком районе, в каком регионе будет построена школа, открыт ФАП, отремонтирован клуб и так далее. Прежде всего я хотела бы поблагодарить всех тех, кто работает в общественной приемной председателя партии. Дмитрий Анатольевич Медведев, у вас очень хорошая команда. Работает классно, работает профессионально. Очень активно работает и вторая команда. Это команда, которая ведет партийные проекты. И, конечно, поскольку я координатор партийного проекта «Старшее поколение», то в первую очередь вижу, насколько эта работа идет и планово, и системно. И действительно волонтеры подключились. То есть очень интересные формы, методы. А самое главное, люди работают с душой. На съезде выдвинута инициатива создания нового национального проекта «Социальные проблемы села». И именно ваши коллеги были инициаторами такого проекта. О работе других площадок и принятых решениях мы расскажем в следующих выпусках программы «Республика». Родион Архипов, Борис Андреев. Жителям села со следующего года повысят пенсии на 25%. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. На 7% с нового года индексируют пенсии всем, кто на заслуженном отдыхе. На селе пенсионеры будут получать еще на 25% больше. То есть, к той тысяче рублей, которая будет получена в среднем всеми пенсионерами в связи с повышением с 1 января, они получат еще дополнительно в среднем 1333 рубля. В бюджете Пенсионного фонда России дополнительно предусмотрено почти 16,5 миллиардов рублей. Это только на 2019 год. Учитывается 500 сельскохозяйственных профессий, включающих работу в сельском хозяйстве во времена Союза Советских Социалистических Республик и Рософосея. Это до 1 января 1992 года. Здесь ни у кого никаких волнений не должно быть. То есть, учитывается весь тот стаж, когда они были колозниками. Пенсионный фонд будет доначислять автоматически с 1 января. В Чувашии эти изменения коснутся 25 тысяч человек. При этом, если справки, подтверждающие сельский стаж, будут предоставлены в пенсионный фонд только в следующем году, перерасчет будет произведен все равно с 1 января. Можно выделить три основных условия для повышения фиксерной выплаты селянам. Это работа в сельском хозяйстве не менее 30 лет, обязательное проживание в сельской местности и получатель сельской прибавки должен быть неработающим пенсионером по старости или инвалидности. Еще один вопрос в повестке еженедельного совещания у главы республики – освоение бюджетных средств, в частности, направленных на благоустройство дворов и парков. На сегодня облагорожены 43 дворовые территории из 43 запланированных, 4 парка и только 20 из 23 общественных пространств. У нас получается три общественных пространства. У нас пока в работе остается в Ульмарском районе. Это парк культуры, где на сэкономленные средства проводятся работы по устройству освещения территории парка. В городе АлатРа завершаются работы по арк-пространству, музейный сад. Второй этап планируется завершить до 20 декабря текущего года. И по городу Чебоксара одна общественная территория, это территория возле Ульмарга-Шубашкар, тоже планируется завершить 20 декабря. Еще одна ключевая дата – 15 апреля 2019 года, но это уже по линии цифровизации. В этот день в нашей республике произойдет полный переход от аналогового к цифровому телевидению. Всем жителям будут доступны 20 бесплатных каналов. Для телевизоров, которые выпущены после 2013 года, переход произойдет автоматически. Остальным же придется приобрести дополнительную антенну и специальную приставку. Ирина Волкова, Павел Иритков, Республика. 193 миллиона рублей получит Чувашия дополнительно из федерального бюджета. Это грант за эффективную работу органов власти. Буквально три часа назад на официальном сайте правительства Российской Федерации появилась информация о подписании распоряжения о премировании регионов Российской Федерации. Распределено 19 миллиардов 960 миллионов рублей, в том числе Чувашская республика – 192 миллиона 797,6 тысячи рублей. Эту сумму мы уже должны учесть в бюджете текущего года. Данные средства не имеют целевой направленности, то есть регион может сам определить, на что их потратить. Решено, что большая часть, около 60%, пойдет на современное оснащение профессиональных учебных заведений. Также деньги направят на выплаты семьям, в которых рождается третий и последующий ребенок. И ряд других статей. Отметила вице-премьер правительства министр финансов Светлана Янилина. Впрочем, на освоение дополнительных средств и тех, которые пришли раньше, осталось совсем немного времени. Министерство природных ресурсов, Министерство культуры, строительства, транспорта, Министерство образования. То есть этим министерствам необходимо две недели активно работать, чтобы мы освоили максимальное средство, почитающееся нам из федерального бюджета. У нас сейчас есть отставание по освоению средств по Волскому-3, в связи с тем, что если изменение проекта строительства школы, на этой неделе экспертиза выйдет. Думаю, 135 миллионов до конца года будет освоено. Необходимо приложить максимум усилий, чтобы деньги эффективно работали. Жители не должны страдать из-за изменений в проектах, отметил главач Уваши Михаил Игнатьев. Отремонтировать дорогу, построить дом культуры, помочь многозетной семье. С такими просьбами главе республики сегодня обращались жители Чувашии. Михаил Игнатьев провел очередной прием граждан по личным вопросам. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Дорога Шаркистры-Аниш, вот она, на карте со спутника, не видела капремонта долгое время. С просьбой помочь решить эту проблему главе региона из Урмарского района приехал Петр Алексеев. Михаил Игнатьев отметил, что к работам удастся приступить в следующем году. Вопрос мы разрешим, однозначно. Тут ни у кого никаких сомнений не должно быть. Только на 2019 год мы заложили почти 27 миллионов рублей в Урмарском районе. Почти 27 миллионов рублей. И в 2020 году более чем 27 миллионов рублей. И так по годам расписывали. Просьба от жителей деревни Акшики Морпосадского района провести водопровод. Люди питьевую воду набирают из колодцев и родника. Но своими силами и силами местного бюджета, наверное, мы это не осилим. Почти 10 миллионов рублей на водопровод 3 километра. С учетом всех тех коммуникаций, где надо колонки ставить, чтобы люди могли взять. Кто-то с этого водопровода к себе, думаю, уже может провести водопровод. Это вообще другие жизненные условия практически будут. Чтобы к 15 ноября, 15 ноября 2019 года, чтобы водопровод заработал. Вопросы на приеме задавала глава региона. Михаила Игнатьева интересовала, как в деревнях обстоят дела с вывоза мусора. Вера Николаева говорит, на улицах стало чище. У нас по деревне установлено три контейнера. На каждой улице по одному контейнеру. И народ у нас мусор складывает в контейнеры. Насчет цены я не слышала, чтобы особо они возмущались. Но, наверное, каждый понимает, что сегодня уже за собой надо как-то ухаживать. Что вывоз мусора – это, возможно, тот вопрос, который не был решен еще давно. Житель села Красные Читая обратилась к Михаилу Игнатьеву с просьбой реставрировать здание Народного музея. Объект культурного наследия республики был возведен 120 лет назад купцом и благотворителем Михаилом Таланцевым. Здесь хранятся уникальные экспонаты. Памятник истории включен в приоритетный план. На реставрацию в бюджете региона заложили более 7 миллионов рублей. Мы за что беремся, все доделаем до конца. На полпути никогда не останавливаюсь. Поэтому я дам соответствующее задание министру культуры, главе администрации Красно-Читайского района, чтобы по ходу отслеживали, подключали вас, неравнодушных людей. Откроем месте с селянами, активистами в следующем году, в декабре 2019 года. Владимир и Марина Смирновы воспитывают пятерых детей. На прием главе региона смогли приехать не все, а старшая дочь на учебе в Нижегородской области. Дружная семья мечтает переехать в новую квартиру. Сейчас приходится ютиться в двух комнатах. Хотим попросить о помощи в отделении специфики на обретение жилья. Из дополнительных... Поэтому дополнительное жилье, ввиду того, что у нас квартира чистовато. Это понятно. Глава республики отметил, что жилищный вопрос Смирновых решится в следующем году. В очереди нуждающихся многодетная семья, первая по счету. В среднем, в целом по республике, в течение 5, максимум 6 лет, все семьи, где количество детей 5, они получают квартиры или строят сами дом. Реально, вы в первом полугодии уже эти средства через район получите. Даже, может быть, чуть-чуть раньше. Бюджеты я его подпишу. Сейчас, 18 декабря, уже Госсовет. Все обращения глава региона взял на контроль. Многодетную семью Михаил Игнатьев поздравил с наступающим Новым годом. Вручил подарки и билеты на республиканскую елку. Дмитрий Ковалев, Валерий Резюков, Республика. Если у вас есть вопросы, задать их можно будет 12 декабря. В этот день пройдет общероссийский прием граждан. Его организуют ежегодно, а в день Конституции. С 12 часов дня начнутся личные приемы у министров и государственных служащих. В Чувашии, в администрации главы региона, принимать жители республики будут в первом кабинете на первом этаже. Предварительная запись не требуется. Личный прием руководителями органов власти. Там предусмотрена схема приема в режиме видео и аудиосвязи. Если с какого-нибудь Шемушинского района человек хочет обратиться к министру строительства или министру образования, то специалисты должны организовать аудио или видеосвязь. С вопросами обращаться по телефонам, которые вы видите на экране. Контакты для связи с министерствами и ведомствами указаны на официальных порталах органов власти. Транспортная реформа – одна из самых обсуждаемых тем в Чебоксарах. Прошло чуть больше недели с тех пор, как в столице Чувашии изменилась схема движения общественного транспорта. Маршруток стало меньше, по городу курсируют автобусы. Горожане постепенно привыкают к новой системе, правда вопросов по-прежнему много. Схема маршрутов, интервал движения общественного транспорта – именно эти вопросы интересуют чебоксарцев. Особенно много звонков от жителей юго-западного района. После того, как на прошлой неделе глава администрации Алексей Ладыков встретился с местными жителями в рамках проекта «Открытый город», были внесены некоторые корректировки. Интервал движения транспорта в часы пик сократился. Если сравнить два понедельника, понедельник 3 декабря и сегодняшний – это два совершенно разных дня. Сегодня интервал составлял, согласно нормативу, который указан в пиковые часы, по юго-западному району средний интервал составлял до 15 минут. Если в тот понедельник – это было 25-30 минут. Без конечных остановок сегодня автобусы выходили по графику, сбоев не было. Нормативные сроки – до 10 минут автобусы отправлялись. По Садовому сегодня были отдельные шероховатости по маршруту номер 2. Там доходил интервал до 9 минут. Теперь контролировать, как соблюдается интервал движения автобусов, будут в специальном диспетчерском центре. При жиме онлайн можно будет наблюдать за передвижением транспорта по городу. При задержке более чем на 10 минут информация будет передаваться в отдел транспорта. Благодаря системе ГЛОНАСС сведения оперативно будут поступать и в приложение buschep.ru, а также отображаться на электронных информационных табло. Кстати, до конца года в городе установят дополнительно около 10 таких табло. Кроме этого, администрация столицы готова внести корректировки и в другие маршруты. Четверг в 17.00 на базе районных администраций. Но здесь бы мы просили делегировать именно тех граждан, которые будут вникать, которые будут разбираться, которые выработают предложения для дальнейшего голосования. Решение этих инициативных групп мы выставим на всеобщее голосование и будем совершенствовать систему. Инициативные группы смогут внести свои предложения и в части изменения схем маршрутов не только муниципальной сети, но и межмуниципальной. Галина Титарчук, Алина Сусметова, Павел Иритков, Республика. Город Чебоксара занял второе место во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». В номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства Столица Чувашия» отмечено дипломом правительства Российской Федерации. Столица Чувашия за проект благоустройства Московской набережной Чебоксар получит премию в размере более 2 миллионов рублей. В конкурсе принимали участие 172 муниципалитета из 59 регионов страны. Московский поисковый отряд «Обелиск» разыскивает родных красноармейца Зайцева Степана Ивановича. До Великой Отечественной войны он жил в деревне Карекла Канарского района. Там же проживала его жена Зайцева Анастасия Федоровна. Степан Зайцев умер от ран в Ивакогоспитале и похоронен в Смоленской области. Поисковики готовы передать родственникам документы погибшего героя и сообщить о точной месте его захоронения. 50 лет они строят дома, больницы, вокзалы. Полувековой юбилей отпраздновал «Стройтрест» номер 3. Более пяти сотен человек сегодня трудятся в подразделениях «Стройтреста» в Чебоксарах, Шумерле, Коношеново, Чебоксарске. Строители одновременно работают на девяти объектах республики и в этом году общая площадь возведенных жилых домов 40 тысяч квадратных метров. Показатель, который удалось достичь в юбилейный год, стал рекордным за всю историю строительной организации. Со своей стороны правительство республики делает все возможное, чтобы обеспечить строительную отрасль госзаказами. Сегодня на уровне правительства Российской Федерации обсуждаются и будут утверждаться 24 федеральных программ, где республика тоже будет участвовать. Если взять такие проекты стратегистского назначения, только на дорожное хозяйство в течение шести лет будем привлекать 24 миллиарда рублей. Это по нашей республике безопасные и качественные автомобильные дороги. Вклад «Стройтреста» в развитие строительной индустрии Чуаши отмечен почетной грамотой республики. Лучшие работники по традиции получили благодарности главы региона, а штукатур Зинаида Андреева удостоена почетного звания «Заслуженный строитель Чувашской республики». В прошедшие выходные в столицу Чувашия побывал главный Дед Мороз страны. Он открыл зимний сезон в детском парке Николаева и навестил учеников Чебоксарской школы для слабовидящих. До Нового года остались три недели. Подготовка идет полным ходом. Поздравляю, жители Чувашьи, с праздником! Вот уже второй год подряд приезжает главный Дед Мороз страны. Вот так по-волшебному среди огней появился главный Дедушка Нового года. С удовольствием вернулся в ваши гостеприимные края, чтобы вместе с вами зажечь огни на елочках и устроить настоящий новогодний волшебный праздник. Традиционно главного Деда Мороза страны с хлебом с солью встретил наш Чувашский Дед Мороз Хельмучи. Оба сказочных персонажа в эти предновогодние дни заняты очень серьезным делом. Самое главное, мое любимое дело до занятия это узнавать и помогать исполнять мечты и ребятишек и взрослых, потому что и взрослые и ребятушки все для меня одинаковы, все внучата. Больше всех появление Деда Мороза ждали дети. Я видела настоящего Деда Мороза, он красивый, добрый, настоящий, я его очень люблю. Я видел Деда Мороза, он мне очень понравился, он очень красивый. Взрослые тоже вспомнили детство. Дети по-другому реагируют, они верят, что это настоящий Дед Мороз к ним приехал. Даже взрослые поверили, что он настоящий. Я рада, я веселю со всей души, несмотря на мои 81 год. Я рада, очень рада жизни. На главного Деда Мороза страны решил теперь равняться и Чебоксарский. Очень разумный, интересный, скромный при этом. Я буду брать с него пример, стану таким же, как он. Главный Дед Мороз страны или Чебоксарский, разницы нет. Они оба выполнили свою миссию. Сделали детей и гостей праздника счастливее. Ольга Алексеева, Вахтервилиев, Республика. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Далее вас ждет полезная информация. Я прощаюсь с вами до завтра. Сначала присматривались к региону на расстоянии, рассказывают руководители Кировского банка Хлынов. А когда клиентов из Чувашии стало много, решили открыть здесь отдельный офис, 35-й в России. С бизнесменами нашей республики банк Хлынов заочно работает уже два года. Предприятиям региона выдали займов на общую сумму 400 миллионов рублей. В основном это долгосрочные кредиты. Нам стало тесно в городе Кирове, потому что банк растет, развивается. И у нас очень интересные проекты, продукты, которые банк предлагает. Поэтому я думаю, что будет полезно открыть этот наш филиал нашего банка в городе Чебоксара, поскольку мы уже открыли Вешкар-Але. У нас есть уже представительство в Ижевске. И мы думаем, что мы развернем эту сеть, Кировскую сеть во всем ПФО. Тем более, что регионы Поволжья, как соседи, близки по экономическим интересам, говорят в банке. В основном в банк Хлынов приходят из электротехнического кластера, пищевой отрасли, розничной торговли и сферы услуг. Мы говорим сейчас о доступных кредитных ресурсах. Мы говорим о бесплатной расчетной кассовом обслуживании. Для физических лиц мы имеем возможность предложить качественные продукты, которые удовлетворят практически все их потребности. И все это мы оцениваем как наш партнерский вклад и желание развивать и развиваться вместе с экономикой республики Чувашия, с городом Чебоксары, с малым бизнесом. Пока новый офис набирает обороты, выстраивает рабочий процесс, проходит обучение специалистов. Здесь три окна работы с клиентами, а пополнить транспортную карту или оплатить любые счета можно в зоне 24 на 7. Несмотря на то, что банк Хлынов в Чувашии игрок новый, руководство ставит перед собой задачу взять на себя роль основного кредитора региональной экономики. Субтитры создавал DimaTorzok